Мы, скорее всего, сможем наблюдать союзы региональные, очень странные и необычные. Скорее всего, одни и те же политические силы в разных регионах будут придерживаться прямо диаметрально противоположных политических взглядов. И это вызовет такое общее брожение умов и нестабильность. Учитывая, что они все-таки есть доступ в социальные сети, об этом так или иначе можно будет узнавать. И оно при усугублении, если экономический кризис будет усугубляться, а какие-то административные меры под, например, поводом карантина не будут ужесточаться, то да, к новому году может начаться какое-то, так сказать, брожение умов и дестабилизация. Это не исключено. Но, к сожалению, это зависит очень сильно от внешних факторов. То есть от... От экономических внешних факторов вы имеете в виду? От любых. От экономических, от политических... Ну а какие любые? Любые политические факторы, что вы относите к любым политическим факторам, которые могут повлиять? Ну, смотрите, на сегодняшний день идея карантина, она является политическим фактором. Кто ее принимает и на каком основании, никто же не знает. Потому что по нормативным документам эпидемиология начинается с количества процентов в несколько раз больше, чем те, которые есть. Ну, эпидемиологическая... То есть по нормативке эпидемиологической ситуации нет. То есть принято отдельное политическое решение на уровне ООН, потом на уровне других стран о том, что они считают это вызовом, и они так с ним борются. Соответственно, это находится, по сути, вне нормативного поля. И каждое руководство каждой страны, а сейчас уже и региона, в принципе, вольно саму в этот... В этом день померить 10 тысяч, а в следующий день можно померить 100 тысяч человек. У вас получится чуть-чуть больше заболевших, и вы можете закрыть все, включая школы и детские садики. То есть, на самом деле, это же несложно и недорого, запас этих самых есть, тестов есть, а больные же тоже существуют объективно, и их все больше и больше вокруг, это же тоже правда. Поэтому инструмент этот новый, и он будет влиять все больше и больше на эту ситуацию, но именно как инструмент. Плюс никто же не отменял глобальный экономический кризис, и от него будут страдать, кстати, больше не вот эти новые бизнесы, у которых там несколько миллионов долларов, и которые финансируют местные выборы, а как раз вот крупные олигархи, то есть агро, индустриальные олигархи, которые традиционно зарабатывали на экспорте. То есть экспорте агропродукции, сырья, металла и так далее. И вот у них как раз могут начаться проблемы, а именно они являются спонсорами всей Верховной Рады, ну то есть центральных, традиционных и новых партий, и если у них начнутся серьезные проблемы, то, грубо говоря, этим партиям, им будет не до, как сказать, не до политической деятельности. Вот примерно, если мы вспомним август прошлого года, когда оказалось, что у нас произошли парламентские выборы, и те люди, которые не представляли себя вне стен парламента, вдруг оказались вне его. И возник такой вакуум, то есть некому и не о чем было говорить, и началась какая-то апатия, растерянность, и все политические силы, грубо говоря, месяца-два вообще особо ничем не занимались. Почему? Ну потому что отказались от финансирования. Отказались от финансирования, так сказать, топ-политиков, выпали какие-то топ-блогеры из финансирования, там, топ-политологи и так далее, которые, ну, во многом являются носителями идеологии той или иной политической партии, традиционной парламентной. И возник вакуум, ну, просто вакуум, который потом уже осенью как-то отмобилизовались, построили планы, нашли ресурсы, и сейчас уже, в общем-то, у нас позиция, как и с одной стороны, и с другой, она консолидирована, так сказать, мочит действующую власть, каждая по своему поводу, но оно есть. И вот это как бы все хорошо, опять же, пока есть деньги. Ну, когда деньги начинают заканчиваться, тут возникают достаточно большие проблемы. А то, что нам прогнозируют, падение порядка 7-8%, ну, это как бы не катастрофа, у нас в 2014-м было где-то 15%, а в 2008-м было еще больше, там было где-то 25-30%. Но именно экономический кризис глобальный, он очень может повлиять на крупный бизнес, а ослабление крупного бизнеса может понизить его заинтересованность вообще в центральной политике как таковой.